Коррекция постановки идет, то я готов был поскользнуться, но я устоял, то я готов с вами поделиться своим умением, своими знаниями, своим опытом. Те, кто именно хотят играть, действительно горят этим, у вас очень большой сейчас шанс. Друзья, очень здорово, конечно, сработала история с этой мотивацией к чему-то. Я уже неделю, получается, как в видео записал предыдущее, даже чуть побольше, и у меня, собственно, ни одного перерыва после этого не было. В занятиях каждый день хоть что-нибудь я играл, а в основном даже занимался, даже некоторые вещи пробовал, которые раньше играл очень давно, типа венецианского карнавала или концерта Беме. Единственный момент, конечно, что я себя остановил, это я осознал уже эту историю, которую ученикам говорю, что когда вы что-то умеете или много умеете, вам кажется, что вы, даже когда большой перерыв, все равно должны это уметь, несмотря на то, что большой перерыв. И я себя прямо остановил, понял, что на концерте Беме, например, я на больших интервалах уже позицию не контролирую, не понимаю, как это должно правильно играться. Прямо ощущаю, что я ухожу с правильной игрой. И потихонечку стал заниматься, прям несколько дней, почувствовал гораздо больше уверенности. Это прям было здорово-здорово. Так что я продолжаю заниматься и, не знаю, буду, наверное, выкладывать, если получится, у меня такой формат таких вот еженедельных видео. Неделю не буду обещать. Ну, в общем, периодические видео такие буду выкладывать. И, в общем, в телеграм-канале буду какие-то пояснения давать, если вы еще не подписаны. Обязательно подпишитесь по ссылке в описании. И в частном канале, наверное, буду постить периодически, как я занимаюсь, как я играю упражнения, какие там важные мелочи должны быть. Поэтому, если вам интересно именно более глубокие познания, понимания, вы действительно хотите научиться играть на инструменте, или у вас коррекция постановки идет, то я готов был поскользнуться, но я устоял. То я готов с вами поделиться своим умением, своим знанием, своим опытом о том, как я именно это делаю, как я сейчас восстанавливаюсь и пробую на, собственно, своей постановке новой развиваться. Уже понимаю, что это намного круче, чем у меня было раньше. То есть я чувствую и уверенность в извлечении нот верхних, и в диапазоне в целом в интервале. Даже последняя вариация венецианского карнавала, которую я не играл, получается, больше года уже даже не пробовал, не говоришь о том, чтобы ее учить, я понимаю, что у меня интервалика, в принципе, довольно достойно получается. Поэтому история очень мне прям нравится. И я первый раз заметил, что в момент, когда я готовлюсь, например, ко сну, и обычно я напеваю какие-то мелодии, когда губы чище или что-то такое, у меня в голове играют какие-то мелодии, я их напеваю, то в этот раз я почувствовал именно в мышцах, что у меня есть желание именно играть на инструменте. То есть я вечером стою, уже все спят, и я понимаю, что мне хочется играть, именно физически хочется играть, не просто напевать. Губы просит, в общем, просит занять. Поэтому прям здорово работает. Это видео я уже пробовал записать несколько дней назад, когда как раз был дождь сильный, и вечером я еще пошел поздно, потому что мне очень хотелось записать, у меня была прям мотивация очень большая. Видите, даже уровень мотивации не только к игре поднялся, но и в целом к записи влога, в том числе к ведению телеграм-каналов. Просто общий уровень мотивации и желание что-то делать. И тогда просто я пошел вот в дождь, и вечером, соответственно, конечно, качество записи, постоянно капли падают на камеру, и вечером... Мне очень нравится, что некоторые люди написали, их очень смотивировало это видео, и эта история про мотивацию к чему-то. Они тоже стали заниматься, и, ребят, ну супер, я рад. И вообще могу сказать, что сейчас золотое время, потому что сейчас майские праздники, когда все, кто, ну так, очень спустя рукава относятся, они не занимаются, а те, кто именно хотят играть, действительно горят этим, у вас, в общем, большой сейчас шанс, потому что вы можете сейчас заниматься стабильно, спокойно, именно так, как этого требует наше дело. Обучение игре на трубе. Камеру залипает. И потом идет вообще лето, то есть это прям самое время для занятий, когда у вас есть спокойное расписание, когда вы можете заниматься так, как вы хотите, особенно кто работает, учится, отпускает, это прям самая-самая классная история, поэтому пользуйтесь, обязательно используйте это время для того, чтобы свои навыки кардинально поменять что-то, или сильное какое-то развитие получить. Чуть-то, чувак, не надо прям заниматься, не покладая рук, там, 3 месяца, да, потому что все равно отдохнуть нужно, если вы, конечно, в течение года прям на трубе занимаетесь, очень тоже интенсивно, то, конечно, можно и перерывчик сделать, недельку-две отдохнуть, и потом с новыми силами до сентября, даже, можно сказать, до середины сентября или до октября, в целом сентября особо никто не придирается, если вы учитесь где-то, или работа тоже там, в основном какие-то раскачки все равно идут. В общем, лето, это прям самая история крутая, обязательно пользуйтесь. Как это работает, то есть гораздо комфортнее мне и приятнее, не от страха, что я что-то потеряю заниматься и работать, а именно двигаться к чему-то, к тому, что я, соответственно, буду сейчас пробовать на своей новой уже постановке позаниматься продолжительное время, поднять навыки свои, но я уже, опять же, слышу и чувствую, что это намного круче, чем было раньше, но все-таки интересно посмотреть, что будет дальше. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, радостью, кнопкой подписки, чтобы не пропустить новые видео. Удачной пути, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok